Ярцев Сергей Владимирович, профессор кафедры истории и археологии Тульского государственного педагогического университета имени Льва Николаевича Толстого. Сейчас я вам прочту небольшой отрывок из повести Фёдора Достоевского «Дядюшкин сон». «Где болван?» закричала Мария Александровна, как уракан, врываясь в комнаты. «Зачем тут это полотенце? А, он утирался, опять был в бане, и вечно ты хлещешь свой чай. Ну что ты на меня глаза выпучил, отпетый дурак? Зачем у него волосы не выстряжены? Гришка, Гришка, Гришка! Зачем ты не обстрих барина, как я тебе на прошлой неделе приказывала?» Мария Александровна, входя в комнаты, собиралась поздороваться с Афанасием Матвеевичем гораздо мягче. Но увидев, что он из бани и с наслаждением попивает чай, она не могла удержаться от самого горького негодования. В самом деле, сколько хлопот и забот с её стороны, и столько самого блаженного квитизма со стороны ни к чему не нужного и не способного к делу Афанасия Матвеевича. Такой контраст немедленно ужалил её в самое сердце. Между тем болван, или, если сказать учтивее, тот, которого называли болваном, сидел за самоваром и в бессмысленном испуге, раскрыв рот и выпуча глаза, глядел на свою супругу, почти отменившую его своим появлением. Из передней выставилась заспанная и неуклюжая фигура Гришки, хлопавшего глазами на всю эту сцену. «Да не даются, оттого и не стрих», проговорил он воршливым и осиплым голосом. Десять раз с ножницами подходил. «Вот, говорю, барыня, уж вот как приедет, нам обоим достанется, тогда чего станем делать?» «Нет, — говорят, — подожди, я к воскресенью завьюсь, мне надо, чтобы волосы длинные были». «Как? Так он завивается? Да ты ещё выдумал без меня завиваться? Это что за фасоны? Да идёт ли это к тебе, к твоей глупой башке? Боже, какой здесь беспорядок! Чем это пахнет? Я тебя спрашиваю изверг, чем здесь пахнет?» — кричала супруга, накидываясь всё более и более на невинного и совершенно уже ошалевшего Афанасия Матвеевича. «М-матушка!» — пробормотал запуганный супруг, не вставая с места и смотря умоляющими глазами на свою повелительницу. «М-ма-матушка! Сколько раз я вбивал в твою ослинную голову, что я тебе вовсе не матушка! Какая я тебе матушка, пигмей ты этакой! Как смеешь ты давать такое название благородной даме, которой место в высшем обществе, а не подле такого осла, как ты!» «Да ведь ты, Марья Александровна, всё же законная жена моя! Так вот я и говорю по-супружески!» — возразил был Афанасий Матвеевич и в ту же минуту поднёс обе руки к своей голове, чтобы защитить свои волосы. «Ах ты, харя! Ах ты, осиновый кол! Ну, слыхано ли что-нибудь глупее такого ответа? Законная жена! Да какие теперь законные жены! Употребит ли теперь хоть кто-нибудь в высшем обществе это глупое, это семинарское, это отвратительно низкое слово законное! И как смеешь ты напоминать мне, что я твоя жена, когда я стараюсь забыть об этом всеми силами, всеми средствами с моей души! Что руками-то голову закрываешь? Посмотрите, какие у него волосы! Совсем-совсем мокрые! В три часа они обсохнут! Как теперь вести его? Как теперь людям показать, что теперь делать?» И Марья Александровна ломала свои руки от бешенства, бегая взад и вперёд по комнате. Беда, конечно, была небольшая и исправимая, но дело в том, что Марья Александровна не могла совладать со всепобеждающим и властелебимым своим духом. Она находила потребность в беспрерывном излиянии своего гнева на Афанасия Матвеевича, потому что тирания есть привычка, обращающаяся в потребность. Да и, наконец, всем известно, к какому контрасту способны некоторые уточнённые дамы известного общества у себя за кулисами, и мне именно хотелось изобразить этот контраст. Афанасий Матвеевич с трепетом следил за эволюциями своей супруги и даже вспотел, на неё глядя.